Всем доброе утро из Прованса! Вы на канале Элина Франции. Сегодня я отвечу с утра на ваш вопрос. Лена, как не переедать? Я привык очень много есть, мне очень трудно. Даже на самом правильном ПП меню, где можно всего и можно много фруктов, у меня возникает чувство голода. Это нормально, потому что ваш организм привык к различным углеводам и сахарам. Углеводы и сахара это же как наркотик. Организм всегда будет их просить, вы съедите, через час вы снова будете есть. Вы знаете, что инсулин поднимается, про это все я не буду рассказывать, вы уже в интернете все это читали, слышали 250 раз. Как постепенно перейти на правильное питание и снизить чувство голода? Включить чуть-чуть побольше жиров в свой организм, но жиры включить без углеводов. Смотрите, у меня иногда, даже очень часто, каждое утро, вот такие две красивые баночки. Здесь мое топленое масло, которое я делаю сама. Очень полезный продукт и для здоровья, для кожи, для нашей, для кишечника просто супер. И здесь у меня подарок, лесные кедровые орешки, кладезь различных витаминов. Не всем можно, есть противопоказания, читайте. Но я что делаю? Я делаю, кстати, услышала у одного из ваших докторов, доктора Шишонина, да, вы его, наверное, смотрите. Он делает такое специальное масло на утро, он смешивает там еще что-то. А я просто беру чайную ложечку топленого масла и чайную ложечку кедровых орешков. Можно другие орешки, но он предпочитает кедровые. И съедаю перед завтраком. Вы можете потом походить, у вас чувство голода, но сразу, сразу, сразу уменьшится и пройдет. Вы можете даже выдержать и без завтрака. Но я все равно завтракаю, потому что я люблю завтракать, это мой, можно сказать, такой основной прием пищи. Если у вас нет топленого масла, можно взять чайную ложечку сливочного масла, можно взять несколько других каких-то орешков и запить любимым кофе чуть-чуть. Вы сразу увидите. И вот постепенно, если вам можно жиры, тоже проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, то перед каждым приемом пищи совсем чуть-чуть можно полной чайной ложечки или чайную ложечку чего-то жирного, кусочек сала, и потом подождать чуть-чуть, и потом уже только завтрак, обедать или ужинать. Ну вот такой лайфхак от Элина Франц. Надеюсь, что он вам понравится. Попробуйте. Мы уже у Лильяна и Даниэль. Лильян пока там отдыхает. Я вам покажу сад. Смотрите, здесь какая красота у них расцвела. Вот этот уже отцветает. Какой он красивый, ирис. И вот эти тоже уже отцветают. Но все равно красивые, да, невозможности. Все цветет, все цветет в Прованте. Но в Прованте в этом году прохладно. Прохладно. Все цветочки. Сейчас побудем с ними, попьем чай. И поедем, Владислав должен с колледжа вернуться. Там Стефан с сыном, с Тома, ремонтирует машину. Смотрите, какая красота. На 1 мая дарят. Вот такую красоту. Дарят ландыши. Ну и часто вот такие вот небольшие делают. Экибаны. Очень красиво. И здесь все цветет. И там Аполлин отдыхает. Пойдемте, поздороваемся. Там Даниэль. Что-то тут развлеклась красотка. На красивом диване. А Аполлин? Аполлин? Ну прям. Аликс, ты убедишь? Аполлин? Аполлин? Не будешь на меня смотреть? Скажи, сейчас прям. Аликс пошел Ильяна проверять. Он там отдыхает. У него тут свой кабинет. Телевизор. И Ильян там смотрит Илья. Разговаривает. Пусть. Смотрите, какое старинное зеркало. У Даниэля я его показывала или нет? Прям как от замка. Единственное, что стекло нужно менять. Уже не можем мы его очистить. Смотрите, вот это Стефан рисовал своего отца. Это Ильян. В своем подвале. В этом доме. С кошкой. И вот он занимается. Он же у нас по дереву любит. Вот это он делал все. Мельницу. Ильян делал. Молодой, вообще. Очень-очень. Молодой, конечно. Это не куриный. Это не куриный. Это куриный. Это куриный. Это куриный. Это куриный. Смотрите, какие печеньки. Популярные во Франции. Не знаю, показывала вам или нет. Это Регион Дром. Выпускает такие печеньки. Влад их обожает. Это Влад Илья Дорса. Они называются печенья очки люнет. С различными начинками. Песочные печенья. Аликс про сахар рассказывает, что не надо есть много сахара, чтобы онкология не развивалась. И он говорит отцу, вообще не клади сахар. А тот говорит, ну один-один кусочек есть сладкое. Он наедет. Сейчас он будет рассказывать про брокколи. Про ростки брокколи. Он рассказывает. Помните, есть видео, он показывал, что это все. Мы попроведывали родителей и поехали домой. Сейчас уже пол шестого. И еще все 22 градуса. Погода просто замечательная. И на эту неделю, на всю неделю передали очень хорошую погоду. Я здесь держу цветочки. Даниэль мне подарил, так как мы не виделись на 1 мая, цветы. Это такие розочки с ландышами. Поставим в разные комнаты. Ну и, конечно, сладости для Владислава. И Владислав сейчас придет домой. Все французы с работы, с работы. Это время, когда везде пробки. Ну, не такие, конечно, как у вас в Москве. Но прованские пробки. Когда были у свекрови, на обратном пути заехали в магазин. Я купила, мы купили немного мяса. Что мы купили, сразу вам покажу цены. Потому что вы меня просите показывать французские цены. В Провансе это магазин, называя Интермарше. Достаточно большой магазин на свежих полках. Не замороженное мясо. Итак, телятина. Сколько стоит килограмм? Килограмм телятины стоит 18,95. А вы обязательно в комментариях пишите, дорого это или недорого. Затем у меня Владислав любит вот такие котлетки. Они похожи на наши котлетки. Я ему делаю тефтели. Он просто обожает. С рисом и тушу в томатной пасте. Когда некто, да, покупаю французские готовые. Вот эта марка Шераль нравится. Я смотрю, конечно, по ингредиентам. И здесь за килограмм 11,96. Вот тут всего ему две маленькие котлетки. 250 грамм. Когда они ужарятся, будет нормально. Одна порция. И знаете, почему дешевле за килограмм 11,96? Потому что, если бы это были стопроцентная говядина, было бы дороже. Но так как здесь добавлен лук, у меня мама, когда делала котлеты, всегда добавляла, прокручивала луковицу. Не знаю, как вы делаете. Они более сочные получаются. Когда я приехала во Францию, у них вот эти вот стейки, это по-французскому называются стейки. Многие спрашивают, почему стейки? Ну, потому что, не знаю, стейки французы их называют. Вообще стейки, это может быть и мясо вот такое, эскалопы или стейк у них называются. И вот эти котлетки тоже, они очень часто называют стейками. И вот у них вот эти котлетки продаются 100% говядины, 15% жирности, 5% жирности. Разная жирность во Франции. Тоже это многих удивляет. И они вот, когда их пожаришь, такие прям твердые. Мне он больше нравится с луком, с добавлением лука и Владиславу тоже. Вы мне задаете, продолжаете задавать вопрос, на каком масле ты жаришь. На оливковом масле, многие говорят, на оливковом нельзя, на оливковом можно. Это зависит от того, какое масло. Когда я делала обзоры с биомагазина, забыла показать масло. Сказала, что покажу, вы мне не напомните. Не показала. Я покупаю вот такое масло. Если в салаты добавлять, я стараюсь покупать очень дорогое масло, но на нем не стоит жарить. А вот это масло за литр стоит, литр здесь, да, литр 7 евро. И здесь вот написано, можно assaisonnement, то есть добавлять в салаты. И также cuisson légère, то есть можно готовить на нем, но не на высокой температуре. Поэтому смотрите. Но я все-таки предпочитаю готовить на топленом масле, потому что температура, давление намного-намного выше. Или, где у меня тут оно, мое любимое, у меня даже и топленое любимое, кокосовое масло тоже. Можно на нем пожарить. Поэтому на оливковом масле нужно смотреть. Есть разные оливковые масла. На каких-то можно жарить, на каких-то вообще не стоит жарить. Я сейчас еще сделаю на завтра, чтобы заправить салатик, свой урбич из семечек, зернышек. Так, посмотрите, на канале есть рецепт. Александр говорит, иди посмотри, еще розочки открылись и, говорит, пахнут. Прямо, что это что-то лучше любого парфюма, да. Вот они даже отличаются по цвету. В этом году это что-то, а? Она так цветет, мы даже и не ожидали. Становятся они розовые, розовые, а когда открываются почти оранжевого цвета. Я сейчас отвечу на ваш один очень интересный вопрос. Мне задали такой вопрос. Лена, во Франции очень много домов престарелых, куда дают родителей, дети. Когда родители уже пожилые или родители, знаете, заболели, за ними нужно определенный уход. И многие французы не занимаются своими родителями. Как ты считаешь, это нормально или ненормально? Это достаточно тяжелый вопрос. Только сегодня я посмотрела видео Нины Зверевой. Вы ее, наверное, многие знаете и смотрите. Она мне очень нравится. И вот она там рассказывала про то, что есть такие ситуации, мои хорошие. Я с ней полностью согласна. И вот во Франции у меня тоже менталитет поменялся в эту сторону. Мы в Сибири жили с бабушкой. И мы заботились о бабушке до последнего дня. Бабушка, я никогда не рассказывала. Это была очень... Ух, прилетела. Вот всегда прилетит Иль. А теперь пчела прилетела. То птица прилетит. Бабушка, наверное, моя. Я... Это была достаточно тяжелая ситуация, про которую я вам не рассказывала. Даже не ситуация, а события в моей жизни. Потому что бабушка умерла на моих руках. Я была одна дома. Мы жили до последнего момента с бабушкой. Мы учились и жили с бабушкой и дедушкой. Сначала ушел дедушка, потом ушла бабушка. И ситуация, знаете, была такая, что у ней был сахарный диабет, который ее полностью разрушил постепенно все органы. Но она до конца была очень... Она у нас была, можно сказать, достаточно долгожитель. Она ушла 82 года. И всегда была очень-очень позитивная. И знаете, правда, она не была на инсулины, но всегда-всегда пила таблетки. Ну, последнее время, конечно, она себя чувствовала уже усталой. Но, в принципе, всегда до последнего дня она ухаживала за собой сама. Мы ей помогали. И когда я вернулась однажды домой, после работы уже, мы закончили учебу, но продолжали жить еще... Нет, учились еще, учились, обманывая вас. Потому что, когда я начала работать, я уже жила отдельно. И я вернулась домой, бабушка открыла и говорит, я тебе что-то не очень хорошо чувствую. Легла на диван, и у ней, знаете, в животе большая орта разорвалась. Она прямо умирала на моих глазах. И я вызывала скорую, я даже рассказывать не буду, это просто было очень тяжело. Вот такое было для меня испытание. И за бабушкой мы ухаживали до последнего дня, то есть ей все помогали, делали курсы. И здесь вы говорите, что французы сдают своих родителей в дома престарелых. По-французски дом престарелых это maison de rentrette, это называется пенсионный дом. Это даже не дом престарелых, это пенсионный дом. Дома эти очень дорогие, есть различные. Но, если сказать вам примерную цену, за месяц стоит около двух тысяч. Многие пенсионеры сами не могут платить такую сумму. Приходится детям делить между собой эту сумму. То есть они отдают всю пенсию свою, сколько они заработали от государства. А уже на детей распределяется вся остальная сумма. И каждый месяц дети, если у родителей нет возможности, они доплачивают этот дом престарелых. И вот сегодня, посмотрев Нину Звереву, я подумала, что в принципе она правильно сказала. Есть такие, я не осуждаю французов. Хотя, когда приехала, мне было это странно, что же они не могут позаботиться о своих бабушках и дедушках. Потому что у нас Даниэль, ей пришлось отвезти свою маму в дом престарелых. Почему? Потому что она забрала папу и маму к себе. И мама очень уже болела, у ней был, кажется, Альцгеймер. И за дедушкой она могла ухаживать, потому что он ходил, он там за собой как-то мог ухаживать. А за мамой она вообще не могла ухаживать. И в таких ситуациях есть люди, как сказала Нина Зверева, что есть такие люди, есть такие ситуации, где нянечки, они будут ухаживать лучше за вашими родителями, чем будете ухаживать вы. Есть сиделки, санитарки, которые сделают все правильно, лучше. И я вот думаю, что все-таки, да, есть такие ситуации, когда нужно, я даже не знаю, как сказать, просто сказать, что да, там моему родителю будет лучше. Я буду приходить его навещать, я буду позитивный, радостный, приносить ему счастье. Но за ним будет уход, профессиональный уход. В Европе это так. В Европе замечательные дома престарелых, где их организовывают праздники, очень хорошая кухня, где о них заботятся, их моют, их одевают, приходят к ним родственники и приносят им позитив. Потому что если вы будете заботиться о своих родителях и постоянно испытывать негатив, постоянно у вас будут эмоции, что это абуза на всю вашу жизнь. Если у вас такого нет, конечно, это выбор, это ваш выбор. И я вас понимаю на все 100%, и может быть, я бы поступала, живя в России так же, но здесь у нас меняется менталитет, и она правильно сказала. И когда мы вот с Александром гуляли, мы вам показывали дом, где живут дети, у которых проблемы, которые родились с проблемами, эпилепсия, ну там, и родители их забирают только из этих домов на выходные. Потому что они знают, что всю неделю родители, за ним будет лучше уход там, за ним будет больше заботы, их больше будут развлекать, заботиться о них, чем родители, которые работают и которые будут, ну, не до такой степени посвящать, наверное. И все лучше, чтобы дети жили счастливо, конечно. Ну, тут такая тема очень-очень тяжелая. Я просто хотела ответить, да, что во Франции очень много домов престарелых, но и французы, многие, когда уже невозможно заботиться о своих родителей, то они сдают их в дом престарелых. Единственное, что, конечно, есть всякие ситуации. Есть родители, есть дети, которые просто-напросто не любят своих родителей, они хотят заботиться о своих родителей. А есть ситуации, когда они понимают, что человек уже больной, и ему нужна медицинская помощь, и что в Мезон-де-Репо, Ретред, то есть в дом престарелых, родителю будет лучше. Пишите в комментариях, как вы думаете, что вы думаете на эту тему. Давайте обсудим. И таких тем еще много, ваших вопросов еще очень-очень много. Буду стараться на них отвечать. Все, пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...